Я вам расскажу одну историю В парилку Значит, Вера, Надя и Люба Ой, девочки, а? Вот что значит баня, а? Ну ты глянь, что там дома? Ванна, душ, баня Парилка Пару подал, тазик с горячей водой на себя Раз! Слушай, Вера, ты как-то поспокойнее мойся, а? Чё ты тут плещешься, как бобёр в аквапарке? Что значит бобёр? Глянь, это же баня Тут кругом вода, вот холодные на тебя водички С тазиком, раз! Нет, ну это просто невозможно Вера, ну ты ж тут не одна Вот я тоже хотела сказать, Вера Тут я вообще обалдела У нас тут и человека сидит, а ты плещешься, как эгоистка Выгнан на тебя к чёртовой матери Слышь, ты Мечта логопеда Ты помолчала бы, а? А что, мне уже нельзя слово вставить? Ты сначала зуб вставь А потом слова будешь вставлять Да что ты прицепилась к моему зубу? У меня одного зуба, ни одного никто не замечает Я все буквы-глава говорю Вот тебе могу даже алфавит сказать, смотри А, С, 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 краткое С, 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 С Видите, а все слова про износку щётка? Чё она сказала? Она говорит, где её щётка? Мыться собралась Ой, девочки, я не могу Мыться надо дома А в баню Ой, в баню ходят для души Вот лично я Люблю сидеть в парилке Медитировать Зачем тебе это? У тебя же муж есть Вера, ты чё, с ума сошла? При чём здесь муж? Медитировать Значит, расслабиться Сбалансировать энергию Инь, янь А, у тебя муж пьянь Ну тогда понятно Вера, ты вообще про буддизм читала, а? Ты знаешь, гаутаму буду Конечно, буду наливай Да я говорю, гаутаму буду Не, какую-то гаутаму я не буду Я водочку буду Ой, девочки, я не могу Слушайте, какой пар пошёл Девочки, мы же в парилке Давайте, давайте, помолчим Ой, как хорошо Ой, девочки Расслабились Смотрите Как всё хорошо пошло Ай, я всё летала Ай, я всё летала Ух ты Ух, слышь, ты лётчица Ты помолчал бы, а? А что, я всегда, когда парюсь в бане Я всегда пою Ай, я всё летала Ай Слушай, давай её рот мочалкой заткнём, а? Вера, ну я тебя умоляю Ну чё ты к ней пристала? Ну посмотри, какая она убогая У неё ни рожи, ни кожи, ни зубов Ни денег, ни мозгов Надь, ты чё-то погорячилась Мозги твои, Любки, на месте Ага, на месте Только и граммов двести Я недавно ей сделала подарок Знаешь, на 8 марта Подарила тушь для ресниц Ну двойная такая Знаешь, сначала белым окрашиваешь, удлиняешь Потом чёрным Так она всё наоборот сделала Я в неё посмотрела Мать честная Два седых глаза на меня смотрят На седевом этаже За семь часов счастья Спасибо тебе О, глянь, у нас новая песня появилась Ой, девчонки Я так рада, что мы встретились Хорошо мы здесь сидим, да? Ага, особенно ты хорошо сидишь на моём полотенце для лица Вилунчик Вот это вот полотенце для лица Такое огромное бальсусе Ага, а ты на моё лицо посмотри Ты уже вообще обордела, Люба Ой Вер, ну хватит тебе Ну что ты к ней привязалась? Это у нас с тобой всё хорошо Муж, сосед, любовник, семья Она несчастная, одинокая баба Что-то она одинокая Любка, ты ж говорила Это, на море была Там тебе один мужик всё время глазки строил Да Ну ты знаешь, потом оказалось, что это был пингвин Ну я же тебе говорю На её лицо только пингвины могут любоваться А чё лицо-лицо? Ты вон на её ноги посмотри А чё у неё с ногами? Ой, мать честная А я не знала, что люди произошли от обезьяны Вера Ой, то есть Люба У меня бабушка вяжет Ей как раз на свитер 800 грамм пуха не хватает Нужно бы с ней познакомить, а Тук-тук-тук Девочки, обед будете захазывать У нас здесь в бане всё свежее, горячее Через 10-15 минут, вот вы всё срокажите Мы вам прямо в парилку сюда принесём Бабуль, вы чё вообще обнаглели? Какой обед в парилке? Это ж какая нагрузка на сердце? Это вообще какое давление? Ну вы в своей коммерческой бане, а, обнаглели Лишь бы денег с народу содрать, а? Чего? Обед уже входит в стоимость посещения? А, тогда значит так Три борща, три солянки Четыре курица-гриль Восемь порций говядно-тушёное с овощами И шесть винегретов Это мне Девочки, обед будете заказывать? Да, я буду заказывать Лишь, ну я хочу холодец Люба, ты на термометр-то посмотри Здесь температура плюс 70 Ты свой холодец со ступенек будешь слизывать Ой, да, девочки, что-то я рассыплась Женщина, вычёркивайте холодец, пишите Молозаная Ну вот А ты говоришь, у неё мозги на месте Мозги-то у неё на месте, только место это неправильное Ой, девчонки, я хотела вас... Я тебя умоляю, я тебя умоляю Люба, помолчи, у меня от твоего произношения уже в голове Всё кругом идёт Сисёнки, ну всё вы мне всё помолчи, да помолчи Ну я просто хотела у вас спросить Хотела вам всё рассказать Девчонки, вы не знаете, что такое фотоэпиляция? Знаем, Люба, знаем Это когда человеку показывают твоё фото И у него от ужаса волосы выпадают Так, женщина, пока вы не ушли Вот это вот, три борща, три солянки, четыре курицы гриль Восемь порций говядины тушённых с овощами И шесть винегретов Скажите, чтобы всё приготовили без майонеза Потому что я сегодня на строгой диете, понятно, да? Ну вот всё, иди Ой, девчонки, что-то вы пару столько мне подпустили Я уж прям, у меня голова кругом идёт Я, наверное, поем свой, пойду диетический обед Что-то я ничего не вижу Где у нас дверь-то? Ну дверь-то у нас где? Ручку мы закрыли Ручку, ручка, где у нас дверь? Дверь, дверь у нас? Мужчина, а вы как здесь оковдялись? Какой ещё стриптизёр? Ну не вызывай никаких стриптизёров Я говорю, вошиблись дверью, мужчина Я говорю, вы в дверь, мужчина Не осыпься он Это я его вызвала Давай, мальчик, танцуй Мама Люба, давай, давай, давай Мама Люба, давай, давай, давай Ух ты, ух ты, ух ты Ой, мальчик, ты мне так понравился Вот тебе моя визиточка Вечером позвонишь, мы с тобой потанцуем Мама Люба Я не могу, а Ты глянь, Надя, ты посмотри на эту шепелявку шипучую Мальчик, мальчик, мама Люба Я тебя умоляю, ну я тебя умоляю, Вер Ну отстань от неё Может у неё один мужик только в жизни был Тряпочный гном в детстве Она может хотела устроить свою судьбу Девчонки, вы чё, какая судьба Да судьба у меня давно устроена Муж у меня в Шармаршехе с четырьмя детьми отдыхает Два мальчика, две девочки Любовник на даче розочки сажает, грядочки копает В центре города у меня пять коммерческих магазинов, два ресторана И вообще, девчонки, эта баня моя А ты чё молчала-то? А я не молчала Я хочу вам сказать, а вы мне всё помолчите, помолчи Теперь сам помолчи, я к людям Люди, не зубом единым зыв человек Человек зыв любви Я недавно вошла в аптеку, мне нужно было купить перцовый пластырь У прилавка стояла пожилая пара Дама с кокетливым хвостиком на голове И интересный мужчина Чуть моложе дамы, но тоже преклонного возраста А за ними стоял парень лет тридцати Ну, думаю, это не очередь Встала за парнем Дама со следами былой красоты Командным голосом спросила У вас есть злая панда? Что? Переспросила аптекарша Ой, извините Это я так запомнила Пантазол Вернее, пантапрозол Это от желудка Пояснила она аптекарше Аптекарша спросила А рецепт у вас есть? Кого есть? Ну, рецепт, спрашиваю, есть? Конечно Вот же у меня в писульке записано Пантапрозол От желудка Тут в разговор вмешался спутник дамы Нина При чем здесь пантапрозол? Ты же была у оттоларинголога Почему это у оттоларинголога? Ну, потому что я тебе взял талон К врачу ухо, горло, нос У тебя начинало болеть горло Правильно Горло Но к этому ухоносу Была большая очередь И я пошла к желудку Интересно А если бы к хирургу была меньше очередь Ты бы пошла к нему И вырезала бы у него аппендикс? Нет, не пошла бы Почему? Потому что аппендикс у меня уже вырезан Хорошо, пошла бы, еще что-нибудь вырезала Раз к нему меньше очередь Да с чего ты взял? Что к хирургу была меньше очередь? Здесь парень не выдержал и говорит Девушка, простите, у вас есть марганцовка? Не успела аптекарша ответить, когда дама сказала При чем здесь марганцовка? Мне не нужна марганцовка Нас еще не обслужили, а вы туда же со своей марганцовкой Все-все, молчу, сказал парень Так вот, девушка, я объясняю Я пошла, значит, к врачу И он выписал мне пантопрозол От горла? Нет, от желудка Но у тебя же горло болело А одно не мешает другому Я тебе сказала, что выписал мне пантопрозол от желудка Я не понимаю Ты что, ему сказала, что у тебя желудок болит? Когда он заболит, поздно будет что-то выписывать Правильно сказал парень Поздно, мамаша, пить боржоми, когда почки отвалились При чем здесь почки? Казала дама Почки? Это к урологу Так ты что, еще и уролога была? А ты что, меня к урологу записывал? Это ты сейчас сказала про уролога? Это молодой человек сказал про боржоми Кстати, молодой человек, боржоми пьют от изжоги, а не от почек Мне нужна марганцовка, сказал молодой человек Марганцовка от изжоги не помогает Да у меня нет изжоги Тогда зачем вы сюда пришли? Аптекарша сказала Дама, что же вам в конце концов нужно? Боже мой, девушка, ну как же вы не можете понять? Я пошла к этому гастрологу Гастроэнтерологу поправила аптекарша И к этому я тоже ходила Потому что у меня болело горло Так ты ему сказала, что у тебя болит горло? Господи, зачем же я буду гастрологу говорить, что у меня болит горло? Вот, молодой человек берет марганцовку, хотя у него болят почки У меня не болят почки, сказал молодой человек Тогда зачем вы сюда пришли? Мне нужна марганцовка, вот видишь Ему нужна марганцовка, неизвестно от чего А мне известно, от чего нужен этот, как его, ну, который зол Пантопрозол, сказала аптекарша Я тут не выдержала, говорю, девушка, простите, пожалуйста Я очень тороплюсь У вас есть пластырь? Не успела аптекарша ответить Дама сказала, какой пластырь? Я говорю, перцовый Она говорит, при чем здесь перцовый пластырь, когда у меня болит горло? Ну, правильно У вас болит горло, а вы лечите желудок А когда у вас заболит желудок, вы будете лечить горло В организме все взаимосвязано Сказала дама Вот у вас что болит? Я говорю, голова у меня болит Вот сейчас развалилась голова Вот видите, восторженно, сказала дама У вас болит голова, а вы берете перцовый пластырь А у меня болит горло Девушка, у вас что-нибудь есть от больного горла? Обалдевшая аптекарша сказала Пантопрозол Здесь вмешался спутник дам Он говорит, Нина, давай возьмем твой пантопрозол и пойдем домой Кстати, марганцовкой можно полоскать горло Полощи своей марганцовкой все, что ты себе хочешь А девушка сказала, что у них от больного горла пантопрозол Мне сказала аптекарша, я оговорилась Пантопрозол от желудка Хорошо, сказала дама А что у вас есть от больного горла? Тут я не выдержала Говорю, девушка, я вас умоляю Дайте мне, пожалуйста, перцовый пластырь А что, перцовый пластырь помогает от горла? Сказала дама Я говорю, нет Он помогает от больной головы Дама говорит, а у меня голова не болит Тут вмешался пантопрозол Девушка, дайте мне пластырь Нет, сказала дама Сначала нас обслужит, потом уже вас Девушка, дайте мне пантопрозол Марганцовку Перцовый пластырь Анальгин, аспирин, три пачки ваты, горчичники и дюфлюкан Нина, зачем тебе столько лекарств? В организме все взаимосвязано Вот я сказала сегодня врачу, что у меня болят глаза А он мне сказал, что это от ног Я говорю, как? Он говорит, очень просто Вы по земле ходите, земля на ноги давит Вот глаза и болят Я его спрашиваю Какая связь? Он говорит, прямая Вот вы попробуйте молотком по своей ноге ударить Глаза сразу на лоб полезут Она взяла все эти лекарства и вышла Парень взял свою марганцовку Я перцовый пластырь Аптекарша приняла валидол Я вышла на улицу и увидела, как пожилая пара садилась в дорогую машину Последнее, что я услышала, была фраза дамы Ты опозорил меня на всю аптеку Перед чужими людьми Я пришла домой, рассказала эту историю мужу и спросила у него Ну почему он, красивый мужчина, все это терпит И уже, видимо, много лет муж подумал и сказал Ты знаешь, наверное, он ее очень сильно любит Елена Степаненко Вчера по телеку посмотрела фильм Ромео Джульетта Расплакалась Так стало жалко себя Думаю, какая у них нежность Любовь, романтика А у меня только Мать, дай пожрать, а? Ну дай пожрать Муж с работы пришел, я говорю Вова, давай с тобой жить, как Ромео и Джульетта Он говорит, давай Я твоего брата давно убить хочу Второй год 500 рублей не отдает Я говорю, Вова, да ты не понял Ромео так любил Джульетту, что ради нее отравился Он говорит, я тоже чуть не отравился твоими голубцами погаными Говорил тебе, три дня стоят, давай коту отдадим Ты говоришь, нет, ешь сам, кота жалко Я говорю, Вова, при чем здесь голубцы, а? Ну при чем? Я тебе про романтику рассказываю Ой, ты знаешь, чтобы не выходить за графа Париса Джульетта выпила особый состав После которого человек кажется мертвым Он говорит, да знаю я этот состав 50 грамм водки, 50 грамм пива Повторить 10 раз Я говорю, Вова, ты знаешь, как они романтично поженились? Тайно На свадьбе никого не было Только он и она Он говорит, да ты правильно А у нас с тобой на свадьбе 250 рыл гуляло Нажрали столько, что у нас уже внуки А мы еще за свадьбу не рассчитались Я говорю, Вова, ты понимаешь, о чем я говорю или нет? Я тебе говорю, что в прошлые века Мужчины ради женщин стрелялись Он говорит, я тоже чуть не застрелился Когда увидел тебя в новом купальнике Когда ты вверх с низом перепутала Я говорю, Вова, ну хватит тебе Ну давай с тобой жить, вот как в кино Помнишь фильм про гардемаринов? Помнишь? Там шевалье Добрелье украл Анастасия Ягужинская Он говорит, вот бы тебя кто украл, а? И мать бы твою прихватил Я говорю, Вова, да мужчины в прошлые века были рыцарями Помнишь, рыцарь Айвенга Неделю гнал на коне, чтобы увидеть свою возлюбленную Он говорит, дурак, что ли? На коне гнать неудобно Куда самогонный аппарат-то ставить? Когда же древнегреческие боги были романтиками Он, Зевс, чтобы овладеть царицей Ледой Спустился с небес, превратившись в лебедя Он говорит, а я думаю, что твоя мать в парке лебедей кормит? Вот дура, еще на что-то надеется Я говорю, Вова, да хватит тебе Ну а Дубровский, вспомни, как романтично Клал для Маши записки в дупло Он говорит, какой же у Дубровского был кариес, если в дупле записки помещались Я говорю, ну а в романе «Идиот» помнишь? Рогожин бросил к ногам Настасьи Филипповны 100 тысяч рублей Он говорит, ну что ты хочешь? Роман так и называется «Идиот» Я говорю, Вова, ну а Д'Артаньян, вспомни, дрался на шпагах Чтобы защитить свою возлюбленную с гвардейцами кардиналом Он говорит, мать, ну я тоже дрался Помнишь, к нам на Новый год какой-то алкаш вломился? Я говорю, Вова, никто к нам не вломился Это ты с перепоя себя в зеркало не узнал и все тремо расколбасил Ну ты о романтике-то подумай, а Он Штирлиц, 16 лет не виделся с женой И все 16 лет хоронил жене верность Он говорит, да ладно, это жена так думала Я говорю, неправда, Вова, неправда Штирлиц не мог обманывать жену Он говорит, ага, весь третий рейх мог, а жену не мог Вова, ну даже индейцы инки из своих волос плели одежду для возлюбленных Мой себя полысь не похлопал, говорит, мать, у меня даже на стринге не хватит Я говорю, а ты вспомни, Петрарха, вспомни, какие он чудесные стихи посвящал своей любимой лауре Он говорит, ладно, все, ну что ты, помнишь на 45 лет, я тоже стихи тебе сочинила Смотри, ну вспомни, прекрасные, голова твоя седая, три железных зуба Ты уже не молодая, не дала бы дуба Боже мой, с кем я живу, Вова? Да даже у птичек есть романтика Он, синичка, строит гнездо Так самец приносит ей веточки, палочки, сухую травку Он говорит, ага, Петров домой принес сухую травку, семь лет впаяли Я говорю, ну а у Алистов я сама видела Ну, самочка куда-то улетела, самец сел на яйца Он говорит, ну я тоже сел, когда ты сумку с яйцами на диван поставила Мать, ну что ты от меня хочешь, а? Ну что ты хочешь, чтобы я прискакал на коне в офис, как д'Артаньян Подрался на шпагах с бухгалтершей Засунул начальнику в дупло записку от Дубровского Принес веточки, палочки, сел на яйца и рассказывал стихи Я говорю, Вова, я хочу, чтобы ты ради меня совершал подвиги Он говорит, мать, да я их совершаю Только жизнь сейчас другая и подвиги другие Сейчас оплатить коммунальные Подвиг А разве не подвиг? Каждый вечер выслушивать от твоей мамы Полный пересказ передачи «Давай поженимся» Кто на ком женился? Что сказала сваха Роза Сабитова? Как отреагировала астролог Василиса Володина? Шот возразила Лариса Гузеева И, главное, хороши специалистки по выбору мужа Гузеева третий раз замужем, а сваку муж бил-бил и в результате бросил И они всю страну учат, как удачно выйти замуж А лечиться в нашей поликлинике не подвиг Когда мне врач поставил диагноз Вывих ягодицы глазного яблока Им в поликлинику новое оборудование завезли Они им пользоваться не умеют Засунули меня в какую-то гидромассажную ванну Потом оказалось, что это тесто-мешалка для столовой Они мне там час месили Я еще говорила, почему в гидромассажной ванне горит надпись Добавьте дрожжей Лова, ну я просто хочу, чтобы ты был романтичнее, понимаешь? И делал хоть что-нибудь для меня Мать, я для тебя делаю только одну вещь Я для тебя живу Но ты думаешь, легко мне 58 лет работать разносчиком пиццы Машины нет, хожу медленно Пока донесу, у пиццы срок годности кончается Меня на работе так и зовут Небесный Тихоход А тут недавно иду голодный Не удержался, я отгрыз кусочек Клиент звонит, говорит У вас крысы Начальник мне говорит Слышь, крыса Еще раз откусишь пиццу Я тебе выдеру орудие преступления Стыдно-то так А я все терплю Лишь бы тебе хоть какие-то деньги принести Чтобы у тебя все было Вот сегодня целый день Бегал по городу, как старая собака Спина болит, ноги ледяные Голодные, колодные Устал, ну не знаю как Сейчас, думаю, приду домой Отдохну Тут ты со своей романтикой, а? Ну треплешься, треплешься Ну хоть бы секунду в тишине побыть Я быстро надела на него шерстяные носки Теплые тапки Намазала спину финал голом Заботала пуховым платком Налила борща Сама рядышком села и заткнулась И тут Он так на меня посмотрел Что я поняла Что мой вовка Самый большой романтик Девчонки Хочу поделиться новостью Тут недавно в одном журнале Прочитала Что ученые доказали Что в женском организме Нет логики Вот понимаете Организм есть А логики нет Вот тогда я хочу спросить у мужиков Ну если в женском организме Нет логики Ну зачем вы ищете то, чего нет? Ну полюбил ты ее без логики Ну и люби дальше Че ты копаешься-то? Но хочу заметить Что у меня С логикой Все в порядке Вот недавно Встала в прекрасном настроении Ой Посмотрела на себя в зеркало И думаю Господи Ну за что же моему мужу Коле Такое счастье? Да еще так много А потом говорит Солнышко Будешь кофе? Он говорит Да, буду Конечно буду Давай неси Дурачок Не понимает Это я аж сама с собой разговариваю Но хочу заметить Что он бывает ко мне невнимательный Я недавно ему устроила тест-скандал Говорит Я даже не заметила Что я покрасилась Ну как не заметила Сразу заметила А я и не красилась Вот так-то А вот моя подружка Юлька Та понимает меня с полуслова Ой Юлька Молодец Хорошо выглядит Сколько ее помню Ей всегда тридцать Все остальное стаж Она говорит У женщины Бывает только три возраста Молодость Вторая молодость И вечная молодость АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ой Недавно говорит Представляешь Во сне приснилось Что муж ужасно храпит Просыпаюсь Все нормально Я не замужем Юлька молодец Такая оригиналка Недавно своему ухажеру Послала смс сообщение Пупсик Ногти на ногах не стриги Обещали гололед Я ей говорю Юлька Пора нам с тобой худеть Пора жирок С пуза-то убрать Она говорит Это не жирок Это пояс верности Тортиком АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И вообще Говорит У женщин Не бывает Лишнего веса Это дополнительные места Для поцелуев АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А если пальцы растопырю, вообще снежинка. Вот такая у меня лучшая подружка Юлька. Потому что настоящая подруга, это не та, что тащит пьяную тебя из бара, а та, что ползет рядом. Ой, мы часто собираемся вместе, да. Я люблю апельсиновый сок, девчонки персиковый, но когда мы собираемся вместе, мы пьем водку. Вот такая женская логика. У нас своя логика. А вот я сегодня утром, пока окрасилась, пять раз падала в обморок от своей красоты. Мужики, хотите сохранить семью? Ну не сдавайте жене лишних вопросов. Ну не ищите никакой логики, ну ничего не спрашивайте, только кивайте. Вот так все, кивайте. Ну какой смысл ссориться? Тебе через 10 минут надоело ругаться, а она только разогрелась. И вообще, настоящий мужчина никогда не задает этих вопросов. Зачем? Почему? Для чего? Он задает только один вопрос. И только себе. Нафига? Потому что мужчина должен знать только три слова. Люблю, куплю, поехали. А, еще один совет мужикам. Не последний. Мужчины, если сзади ваши глаза закрыли мягкие теплые ручки, В спину уперлась пышная грудь. И слышится голос. Угадай, кто? В любом случае лучше отвечать. Серега, ты что ли? Если у вашей жены болит голова, попробуйте приложить ей к колбу новые итальянские сапоги. Посмотрите, что будет. И что бы жена вам не сказала, не надо удивляться. Я своему, например, говорю, да ты вообще еще в молодости за мной халтурно ухаживал. Бегал за всеми девками подряд. Она мне женился только лишь потому, что я бегала медленнее всех. Ну, и побольше ласки. Идешь мимо жены, поцелуй. Тебе что, жалко, все равно мимо идешь. И к слабостям жены надо относиться снисходительно. Вот лично я люблю петь. У меня, между прочим, абсолютный слух. Я даже слышу, когда моему мужу на пластиковую карту деньги приходят. А когда я пою, ой, муж изображает на лице жуткое наслаждение. Посуда дребезжит от восторга. А я голосистая, пою с визгом. И заметила, что мой под этот визг открывает окно и стоит там, чтобы соседи не подумали, что он меня убивает. А я пою, выйду на улицу, грям, на село. А, блин, углянула. Село-то не мое. И потом. О, нужно трогательно относиться к родственникам жены. Ну вот к нам недавно племянник в гости приехал. Модный такой мальчик с иракезом на всю голову. Так муж с ним необщительно обошелся. Племянник говорит, а где здесь у вас парикмахерская, где можно подравнять иракез? Муж говорит, военкомат неплохо равняется. Ну а уж с мамочкой жены надо разговаривать на задних цирлах. Ой, я своего отмуштровала. Только мама его спросит, как дела? Он говорит, ума у меня как не было, так и нет. Только легкая придурковатость. С деньгами напряг. Конечно, ваша дочь могла бы выйти замуж и получше. Рапорт сдал, пошел пить пиво с друзьями-алкоголиками. Все. Если мы с ним начинаем ругаться, я ему говорю, убирайся. Он берет веник и начинает убираться. И тогда я стараюсь быть хорошей хозяйкой. Учусь варить суп с фрикадельками. Для начала очистила пельмени от кожуры. Тут звонит Юлька, говорит, слушай, я про себя стихотворение сочинила. Я говорю, читай. Она говорит, не строю в душе себя, не дотрогу. И честно признаюсь, характер не мед. Хотел черный кот перейти мне дорогу, но сплюнув три раза, поперся в обход. Я говорю, Юлька, ты же Маяковский. Он тоже написал. Свою жену я не ругаю, ее никогда не брошу. Это при мне она стала плохая, а брал-то я ее хорошей. Вот, мужики, вам женская логика. Самое главное, что женщина должна быть красивой, любимой и счастливой. А больше она никому ничего не должна. Это даже не серьезно спорить, кто лучше, мужчина или женщина. Ответ напрашивается сам с собой. Конечно, мужчина. Хуже. Во-первых, женщина умнее. Это не я, это еще Чехов сказал, Александр Сергеевич. Я помню, он так и сказал. Где вы найдете женщину, которая выйдет замуж только лишь потому, что у мужчины красивые ноги? А мужики сплошь и рядом женятся на этих ногах. А потом сами не знают, как свои ноги унести. Женщиной всегда есть о чем поговорить. Например, о ней самой. Спроси любую женщину. Как поживаешь? И все. Дальше можешь отдыхать. Слово негде будет вставить. Женщина может говорить бесконечно. Ой, на любую тему. Что женщины только не говорят. Слушай. Ой, я не говорю. Муж спрашивает жену. Я вот тут в газете прочитал, что мужчина тратит при разговоре 2000 слов, а женщина 4000 слов. Жена говорит, ну правильно, потому что вам все надо повторять по два раза. Он говорит, чего-чего? Женщина человек эрудированный. Она знает все, даже если ничего не знает. Вот спроси мужчину, почему машина остановилась? Ой, он тебе начнет рассказывать про коробку скоростей, про движок, книгу достанет, всех вокруг достанет. А спроси женщину, почему машина остановилась? Она тебе сразу скажет. Потому что ехать перестала. И все. Больше добавить-то нечего. Женщина куда романтичнее мужчины. Вот как те и другие говорят о своих партнерах. Мужик говорит, слушай, вчера на пляже в Сочи с герлой познакомился. О, маракасы во, корма во. О, слушай, сплошная грубость, да? Никакой лирики. А женщина говорит, ой, девчонки, вчера с парнем познакомилась, глаза голубые и директор банка. Мужчины пословицу изобрели. Не бывает некрасивых женщин, бывает мало водки. Ну, вы знаете, да. У нас в доме одна женщина живет. Ну, не могу сказать, что он такая красавица. У нас ее называют кошмар на ножках. А мой приятель именно в нее и влюбился. Я говорю, вот видишь, влюбился, а говорил, что не пьешь. А женщины по-другому этот вопрос решили. Они говорят, не бывает некрасивых мужчин, бывает мало денег. Женщина вообще считает, если мужчина чуть красивее обезьяны, уже годится. Я одного мужика знаю, но не могу сказать, что он такой красавец. А женщинам нравится его фамилия Абрамович. А вот и так, и женщина симпатичная, и все, как говорится, при ней, и мужики на нее клюют. А женится не женится, а клевать клюют. Уже всю исклевали стерятники. А женится на других. А бывает наоборот. И парень всем хорош, и высокий, и красивый, и поет, и болгарин, а Пугачевой не нравится. Ой, а какие женщины доверчивые. Вот скажи женщине, давай поженимся. И она последнюю рубаху готова с себя снять. Мужчины в этом вопросе куда сдержаннее. Вот скажи мужику, давай поженимся. Ах, и у него лицо сразу такое. Будто он ложку горчицы сожрал. Моя приятельница говорит своему парню, слушай, давай поженимся. Знаете, что он ей сказал? Он говорит, да нафиг мы здесь кому нужны. Она до сих пор не может понять, что он ей сказал. Я уж не говорю о том, что женщины порядочнее мужчин. Мужчина может вот так просто взять и изменить. Да еще признаться в этом, если его загнали в угол. Да, говорит, изменил. А куда было деваться после четырехсот грамм без закуски? То есть, если бы была закуска, он бы еще устоял. А здесь нет. Пришлось прилечь. Женщина никогда не скажет, да, я тебе изменила. Женщина скажет, ну что, добился своего? Ну, конечно. Иногда женщина может достать. Вот представьте такую картину. Муж и жена лежат в кровати. Жена говорит, слушай, я толстая? Он говорит, нет, нормальная. Ну, похудеть не мешало бы, да? Да нет, ты мне и так нравишься. Но восторга не вызывают, да? Нет, вызываешь. Ну, не бешеный восторг. Потом судья спрашивает, за что вы убили свою жену? Надо сказать, что в этом вопросе худая и толстая женщины очень изобретательны. Встречаются две подруги. Одна говорит, слушай, с мужем поругалась, на пять килограмм похудела. Вторая говорит, ну что, помирись. Ты с ума сошла? Мне еще три кило сбросить надо. Многие мужчины принадлежительно говорят о женской логике. Ой, а уж мужская логика, это вообще абсурд. Встречаются два мужика, один с синяком под глазом. Первый спрашивает, что это с тобой? Он говорит, да вот, представляешь, жену на ты назвал. Да разве так бывает? Бывает. Лежим мы с ней. Она мне говорит, что-то мы давно сексом не занимались. Я ей говорю, не мы, а ты. А женщины в отличие от мужчин все понимают четко из переписки в чате. Он, какой у тебя рост? Она. 145. Ой, ты такая маленькая принцесса, а сколько ты весишь? Еще меньше 120. 120. Ну правильно, 120 меньше, чем 145. К тому же все женщины сердобольные. Ой. Зин, ты, говорят, замуж вышла? Да, Маша, вышла. Не жалеешь? Ну почему? Шо я, не человек, что ли? Конечно, жаль парня. Я считаю, что у женщины должна быть и своя личная жизнь. Вот расскажу такой случай. Встретились три школьные подруги. Ну, захотели обмыть встречу. Но где? У одной дома муж, у другой дети, у третьей свекрот. Решили очень оригинально. Распить бутылочку на ближайшем кладбище. Пошли, тихонечко сели, выпили, поговорили, похохотали, взяли с могилок по букетику цветов и пошли домой. На утро встречается Вы знаете, мне кажется, что у меня самая трудная работа. Я в ЗАГСе работаю. Иной жених перед свадьбой говорит прямо как поэт. Говорит, «Ой, у моей невесты глазки вишенки, щёчки персик, фигурка яблонька. Это любовь». А это не любовь. Это авитаминоз. Потому что через какое-то время он начинает понимать, почему медовый месяц называется медовым. Потому что влип. Я вот вчера аж три пары развела. Три. Вначале на развод подавала женщина. Вся в растрёпанных чувствах. Плакалась. «Ой, вы знаете, вы знаете, я с ним так устала. Он считает, что жену надо выбирать как автомобиль, чтобы была красивая, экономная и побольше лошадиных сил». Вот такой грубый. Я у подруги недавно в гостях задержалась, так он колыбельную пел ребёночку. «Баю, баюшки, баю, где же носит мать твою?» Недавно говорю, «Ты знаешь, в салоне красоты за массаж лица с меня что-то очень много взяли». Он говорит, «Ну, у тебя и табло не маленькое». Другая дамочка разводилась из-за мужа алкаша. Плакалась. «Вы представляете, ведь когда-то был уважаемым директором. Значит, надо было умудриться пропить ликёра водочный завод. А недавно пришёл домой вообще никакой. Вообще. И чтобы я не догадалась, открыл свой ноутбук и целый час сидел над ним с умным видом, пока я не подошла и не закрыла чемодан». Многие женщины уже не ждут принца на белом коне. Некоторые одному коню рады. Потому что для некоторых женщин мужчина как мышка. Сейчас объясню свою мысль. Вот смотри. Вот отдельно смотришь, да? Вроде хорошенький. В доме заведётся, начинаешь травить. Был у меня вчера один такой затравленный. Прибежал, кричит. «Ой, я женился! Женился по глупости! Развожусь по уму! Жена, бывшая фехтовальщица, всё время в меня вилкой тычет! У неё точно между мозгом и языком замыкает, всё время мне твердит. Надо легко расставаться с деньгами, легко расставаться с деньгами, да я с ними встретиться никак не могу! А с этой своей косметикой она у меня вся изрисовалась, вся! Ну зачем, спрашивается женщине, подрисовывать брови? Я говорю, Господи, ну что вы так разволновались? Ну бывает от природы небольшие, приходится подрисовывать. он говорит, ну мало ли что мне небольшое, я же не подрисовываю. Ой, и всё-таки одну пару удалось спасти. Хотя поначалу супруга рассказывала, что она, значит, писательница, влюбила его в себя своей интересной книгой и жаловалась, что после первой брачной ночи он в своём дневнике записал книга лучше. А потом она мне рассказывает, я, понимаете, смотрю, а он Виагру, таблетку, делит на 4 части. Я ему говорю, что ты делишь на 4 части? Её же надо целиком. Он говорит, а мне только тебя поцеловать. Я, говорит, его спрашиваю, а как же супружеский долг? Он говорит, долгие ночи не отдают, плохая примета. К тому же, она говорит, он такой бессердечный. Я его спрашиваю, где нам лучше провести лето? В Испании или в Италии? Он говорит, а про огород не слыхала? Я говорю, а кто он по образованию-то ваш суженый? Она говорит, ой, да какой он суженый? Он расширенный. А по образованию у него на лбу написано, что он осёл. Я говорю, что же вы сразу-то не прочли? Она говорит, а у него чёлка. Я говорю, вы знаете, тут главное не торопиться. С женихами сейчас сложно. Я вот недавно в санатории отдыхала и зашла там на дискотеку. Так знаете, как ведущий объявил там дамский танец? дамы приглашают то, что есть. Много разводов из-за неверности. Вот, например, в Индии. Вопрос с неверностью решён кардинально. Невесте при замужестве на лбу ставят большую красную точку, а жениху дарят снайперскую винтовку. Во Франции невесты для своих женихов готовят деликатесы из лягушек. Но мы-то россияне, мы лягушек не едим, мы по преданию на них женимся. Нам надо быть поближе к народной мудрости. Вот, я помню, как одна бабулька при мне свою внучку уговаривала. Внученька, такого жениха надо тебе найти, такого подыскать зайку, чтобы у него и с капустой было хорошо, и с морковкой. Ой, конечно, многие кавалеры не очень трепетно относятся к своим дамам. Я вот одному кавалеру говорю, что же вы на свидание идете, да без цветов. Он говорит, а у меня трусы в ромашку. психологи считают, что главное в супружеской паре это чтобы супруги подходили друг к другу психологически. Ну, чтобы они как бы совпадали своими тараканами. Вот у меня знакомые пенякины счастливы, совпадают. Она вся такая сложная, слышит, как дышат помидоры. Он по ночам с фикусами разговаривает. Он ей стихи читает. Позднее осень грачи улетели. Она говорит, почему улетели? Он говорит, потому что клевать нечего. Подходят друг к другу, как гондурас и гаватылупа. Она из Иванова, из города невест, а он из города женихов, из Магадана. У них в рассуждениях много общего. Он как бы философствует вслух. Не люблю идиотов. Она говорит, а зря себя любить надо. Так что если вы психологически подходите друг к другу, вам надо срочно жениться. Вот говорят, что жизнь это театр. А мне иногда кажется, что жизнь это цирк. Три раза находила свое счастье и три раза с ним разводилась. Помню, по молодости влюбилась в артиста Гешу. Меня подруга познакомила, она с ним по телефону разговаривала и чекнула, это мужчина твоя мечты, и сунула мне трубку. Ну, договорились встретиться у метро. Я его спрашиваю, а как я вас узнаю? Он говорит, я брюнет. Я говорю, а глаза? Он говорит, есть. Я говорю, а я буду в модной шляпке, рост 170, вес 63 килограмма. Он говорит, а я буду в кепочке с весами и рулеткой. Ну, я пришла, вся такая модная прическу сделала. Один глаз вперед смотрящий, а второй под челкой, как бы в засаде. А у него глаза такие большие, и они так ласково смотрят друг на друга. И он мне так лихо, ну, что, как говорят пуговицы, оторвемся? сели в кафе отрываться. Он меня спрашивает, как вы обычно расслабляетесь? Я говорю, а я обычно не напрягаюсь. Я его спрашиваю, а вы холостой? Я, боевой. спортсмен, могу упасть и отжаться. Я говорю, а я могу только упасть. И он так говорит, а вы по козерогу кто? Я говорю, по козерогу? Я, наверное, гороскоп. Мы говорим, в любом случае, женщина это тайна, покрытая макияжем. А он вдруг ни с того ни с сего, а ребеночка в честь моего дяди назовем Кузей. Я говорю, прекрасно, тогда я буду Кузькина мать. Я говорю, встаньте, какие у вас красивые часики с камушками. он так небрежно, сваровский. Я говорю, да, а я думала, вы купили. И вот так, слово за слово, вроде как любовь. Но со временем стало уставать от его сюрпризов. то вдруг заявил, что он вегетарианец. И мне главное задание приготовь морковные котлеты. Я говорю, а отбивные из укропа не хочешь? Потом смотрю, через какое-то время мясо ест. Я говорю, что ж ты мясо ешь? Ты же сказал, что ты вегетарианец. А я, пощусь. То вдруг начал изучать китайский язык. Я говорю, почему китайский? Учи английский. Он говорит, нет, китайский. Я говорю, ну как будет? По-китайски очень хорошо. Он говорит, осень колоссо. А то он просто злить меня начал. Купил какую-то сковородку для своих диетических блюд. И главное меня спрашивает, как узнать, что сковородка нагрелась до определенной температуры? Я говорю, а ты лизни. А из-за чего окончательно разругались? Ехали через какую-то деревню. Геша был за рулем. И не вписался в поворот. И влетел прямо в какую-то избу. А там бабка на печи сидит. Так он как ни в чем не бывал. Как проехать на Москву? Бабка говорит, сынок, прямо через кухню. Хреначь дальше. Все думаю, хватит меня артистов, хочу домашнего, заботливого. Встретила Игорька. Очень даже домашний. Среда обитания рядом с холодильником. Говорю своей подружке Таньке, ты знаешь, Игорюк у меня, такой домашний, не курит, не пьет, не бабник. Танька говорит, а он у тебя не дурачок? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ мою мамулю пошел. Она вдовой вышла замуж за бухгалтера и просто извела его своей ревностью. Бухгалтер кричит, развод! Она говорит, никаких разводов! Вдовой взял, вдовой оставишь! АПЛОДИСМЕНТЫ И второй минус был. Игорек был маменькиным сынком. Ой, она его все время против меня настраивала. Как-то слышала, она ему говорит, где ты ее нашел? Он говорит, мы познакомились под фонарем. Она говорит, ты что, фонарь не работал? А поехали отдыхать. Пограничник его спрашивает, оружие, наркотики есть? Он говорит, не знаю, меня мама собирала. А из-за чего окончательно разругались, пошел забирать из детского сада ребеночка и забрал домой воспитательницу. Я говорю, все, не хочу домашнего, хочу умного. Встретила умного Рому. Он мне сразу каверзный вопрос задал. В каком году? вы окончили школу. Я говорю, если вы хотите узнать, сколько мне лет, то имейте в виду, что у женщин возраста не бывает, только износ и амортизация. Я говорю, учтите, в каждой женщине живет дура, стерва, ведьма, ангел и прекрасная принцесса. Кого разбудишь, ту и получишь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я ему тоже в ответ элегию посвятила. И на груди его могучей три волоска казались кучей. Ну вот беда, к рюмочке стал прикладываться. Мы с ним в Турции отдыхали, он с рюмкой вообще не расставался. Я ему говорю, ну что ты ходишь, все время с рюмкой в руке. Люди же подумают, что ты алкаш. Он говорит, не волнуйся, дорогая, я всем объясняю, что несу тебе. Я говорю, мне нужны внимание и уход, понятно? Он говорит, понятно, внимание, ухожу. Ну что ж, любовь учит нас прощать. Так что прощай, милый. И только со временем поняла, что можно было и не разводиться. Один муж был красивый, другой ревнивый. У третьего любимый праздник был День строителя. Все время из себя что-то строил. А идеального так и не нашла. А потому что идеальных, наверное, не бывает. Ну что такое муж без жены? Это как дуб без дятла. А жена без мужа? Это как блоха без собаки. Ну конечно, мужчинам-то легче. Мужская психология какая? Если до 30 лет не женился, значит в 60 еще рано. Но с женой тоже непросто. Жена как трудный ребенок. Вот и работай с ней как с ребенком. Воспитывай, доводи до ума. С детьми же не разводиться. И хотя с возрастом секс заменяется кряхтением. Некоторым мужьям даже целоваться лень. А я вам так скажу. Мужики! Да не заглядывайтесь вы на красавец. Ищите адекватных. Надо ценить то, что есть. Как говорят в народе, лучше целлюлит в руках, чем силикон по телевизору. А вам, дорогие женщины, хочу сказать. Да не заморачивайтесь вы по поводу своей фигуры. Все мужики живут по принципу. Лучше качаться на волнах, чем биться о скалы. Поэтому жрите дружно и любите друг друга. Женщина произнесла одно единственное слово. Хочу. И хоть ты тресни. И мужик засуетился, забегал. Курит на лоджии, кряхтит, шипит чего-то. И дура набитая, и совсем с ума сошла. И мозгов нету, и ноги кривые, и тут всего второй размер. А сколько из себя воображают. И мама моя не любит, и циничная, и меркантильная. Только он уже запомнил, чего ты хочу. Уже уточнил цвет и размер этого хочу. Женский хочунчик растет всегда быстрее мужского могунчика. Если тебе чего-то хочется, никогда не требуй и не проси. Просто скажи. Хочу. Хочу сумку из шкурки малайского хоревасика. Эти хоревасики такие прикольные. Мужика надо держать в тонусе. Он утречком еще не проснулся. Он свои глазки васильковые, которые между бровками и мешочками не открыл. А уже должен чувствовать себя виноватым. Что чего-то тебе вчера не купил. Никогда не предупреждая о своем капризе заранее. Муж должен узнать и обалдеть. Обалдевшего мужика можно брать голыми руками. Глубокой ночью, нежно, поцелуй в лысинку. Шепотом на ушко, пока он расслаблен. Намекни. Вадик, папусик, бабаек. Мой звереныш. Как угодно. Вадик, ты не мог бы воплотить в жизнь одну мою махонькую мечтульку. Хочу. Хочу. Повторяю, о цене ни слова. Если прыгнул с балкона, смотайся вниз под балкон, поймай, затащи назад и объясни свое хочу снова. Если опять рванул к балкону, быстро беги вниз, поймай, затащи назад и объясни, чего он не дослушал. Если опять прыгнул с балкона, привяжи его к стулу. Стул к батарее. Девочки, но когда-то ему надоест прыгать, он возьмет тебя за руку и поведет, куда ты скажешь. И у вас наступит день примирения и согласия. Ты примиряешь, он соглашается. АПЛОДИСМЕНТЫ Он должен понимать, что если тебя даже сейчас хватит Кондратий, ты все равно его спасешь, вернешь к жизни и покупать ему придется однозначно. Но никогда не говори, что без норковой шубы ты замерзнешь насмерть. Ты подскажешь ему выход. Он должен понимать, что даже самый плюгавый мужичонка рядом с женщиной в норковой шубе выглядит самцом. А они так любят выглядеть самцами. Просто ужас. Мужчины умные натуры. Но миром правят бабы-дуры. АПЛОДИСМЕНТЫ Мужская логика может быть и правильная, но женская это интереснее. Каждая женщина хочет новое платье. Но еще больше она хочет влезть в старое. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот я недавно сказала мужу, хочу золотое кольцо. Купи. Купи золотое кольцо. Ну купи, купи. Купил золотое кольцо. Сижу, слушаю Кадышеву. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Настоящий мужчина это тот, который выходит из машины и говорит, дорогая, ты идеально припарковалась. А этот Лексус уже был мятый. И кот уже был дохлый. Да это дерево нахрен никому не нужно было. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, мы не идеальны. Нет, не идеальны. Но, как говорится, бриллианту прощаются острые грани. Ведь жена – это повар, посудомойка, техничка, прачка, медсестра, воспитатель, учитель, швея, экономист, бухгалтер, психолог, любовница. А муж устает на работе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мой совет, мужики, если у вашей жены плохое настроение, отойдите подальше и бросьте в неё кошельком. АПЛОДИСМЕНТЫ А вы, женщины, позволяйте себе капризы. Это как массаж. Пара-тройка капризов и отдохнула. Тут главное вовремя остановиться. А то одна идиотка попросила у мужа норковую шубу. Через полчаса сказала – хочу сапоги из норки. А через 40 минут закатила скандал – хочу норковые колготки. Знаете, чем кончилось? Убил. И в суде его оправдали. Дали путёвку в санаторий вот сюда, в Сочи. А его бывшую тёщу обязали платить ему алименты. АПЛОДИСМЕНТЫ Многие считают, что запросы женщины должны соответствовать возможностям мужчины. Это очень большая ошибка. Очень. Мужчина должен уметь прыгнуть чуть выше головы. И хотеть этого. И ждать аплодисментов за успешный прыжок. А как он потом будет раскланиваться? Ай, мой муж сказал мне, что сегодня ночью сделает всё, о чём я его попрошу. Скорей бы ночь. Хочу посмотреть, как он будет клеить обои в прихожей. АПЛОДИСМЕНТЫ А ночью так хочется прижаться к его тёплому плечу. Ай, послушать его тихое сопенье. АПЛОДИСМЕНТЫ Потом трахнуть ему тапком по морде, чтоб прекратил. И снова мирно спать рядышком. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно. Бывают упёртые мужики. Бывают. Тогда самый лучший способ истерика. Пусти слезу. Покричи. Но кричать надо не так. А-а-а. Орать надо, как во время родов. Если полчаса поорать, то шуба, сапоги и поехать в Париж у мужа выходит запросто, без помощи акушерки. Потому что схватки у мужчин начинаются где-то на восьмой минуте твоего крика. Заломи руки сначала себе, потом мужу, потом его маме. Разбей посуду. Посуду выбирай недорогую, которую все равно, ну, хотела выбрасывать. А вот мебель лучше не кидать. Ремонт сейчас стоит дорого. Просто возьми кровать и замахнись. Муж поймет тебя без слов и взглядом ответит. Да, любимая. Тогда поставь кровать, подойди к его маме, обними и скажи. Мама, вы воспитали замечательного сына. Научите меня как. Знаете, как выглядит счастливая семья? Жена зовет. Милый, иди вот купить. А он говорит, дорогая, я еще полы не домыл. О, и запомните, мужики, если вовремя разбудить в душе у женщины колокольчик, она будет твоя на веки вечные и будет звенеть для тебя всю жизнь. А когда вы будете старенькие, вы будете хромать рядышком, держать друг друга за локоточек и радоваться, что был в жизни у вас тот самый колокольчик. И только ради него стоило жить. Все можно отобрать у человека. Деньги, чины, ордена, жизнь можно отобрать. Это сейчас запросто. А вот нашу любовь не сможет у нас отобрать никто. И туда мы с собой ничего не унесем. Унести можно только то, что вот здесь, в душе. Улыбка любимого, смех ребенка, мамину колыбельную, которая на тебе пела, когда ты болела, чудный запах, который живет на затылке у твоего внука. Унести можно только любовь, данную нашей душе Господом. Женщина произнесла одно единственное слово. Люблю. И весь мир благодарно замер. Ой, вчера иду по улице, смотрю, плакат висит. Реклама на два этажа. Шубы из Америки. Наш мех ласкает, как никто другой. Ну, прочитала. Прошла мимо. Почти ушла. Почти забыла. Почти за угол. А ласки-то хочется. Вернулась. Захожу в магазин. Продавец говорит. Мадам. Я говорю, ой, с этой работой так забегалась, что даже забыла, что я мадам. Он говорит, мадам, наш мех ласкает, как никто другой. Я говорю, да. Сэр. А у вас есть шубы из кролика? Он говорит, кролика не советую. Он больше пяти лет не носится. Я говорю, ну, если мы сойдемся с вами в цене, он у меня будет носиться лет триста. Он говорит, как вы этого добьетесь? Я говорю, уговорю. Он говорит, мадам, вы вообще знаете, сколько должна носиться шуба? Я говорю, знаю. У богатых до следующей весны. У бедных до следующего ледникового периода. Он говорит, красиво мыслите. Какой мех будем смотреть? А у меня, когда в кошельке больше тысячи рублей, я становлюсь жутко наглой. А здесь своя тысяча и три тысячи долг, Нине Васильевне. Я говорю, нам из дорогих других не носим. Он говорит, мадам, вы правильно сделали, что покупаете шубу в нашем магазине. А я на ценники глянула. Говорю, сэр, у вас здесь такие цены, что мне проще снять шубу с кого-нибудь в подворотне. Он говорит, вот шуба редкой породы. Бобер с волком. Я говорю, лихо вы их скрестили. И долго бобра пришлось уговаривать. Он говорит, у нас большой выбор меха. Норка, андатра, каракуль, песец, шиншилла. Ай, нутрией много завезли. Я говорю, а нутрия почем килограмм? Он говорит, от трех тысяч долларов. Я говорю, ха, дешевка. Какие шубы у вас самые-самые дорогие? Он говорит, для вас, наверное, дороговато будет. Шестьдесят тысяч долларов из самочек шиншиллы. Я говорю, а почем из скобельков? Он что-то икать начал. Из скобельков, говорит, закончились. Я говорю, жаль. Всю жизнь не хотелось из скобельков. Ладно, неси уж свои соболя. Принес он этого соболя. А-а-а, девочки, надела я его. Ой, ласкает. Не, с Гришкой Гончаровым, конечно, не сравнишь. Но при... Ой, знаешь как? Я говорю, а шиншиллу-то можно посмотреть? Он говорит, не советую. Не советую. Шиншилла наш мороз не выдерживает. Я говорю, вот те раз. Моя шкура выдерживает. А шкур шиншиллы не выдерживает. Он говорит, ну что, будете брать соболя? Я говорю, нет. Что-то не впечатляет. Видимо, болел зверек. Он говорит, чем болел? Я говорю, ну судя по всему, свинкой. Видишь, волос суховат. Серебристость мутноватая. Блохи попадаются. Он говорит, какие блохи? Я говорю, да наши. Отечественные. И потом знаешь что? Мздранита. Он говорит, у кого это мздранита? Я говорю, ну не у тебя же, у шубы. И вообще за такие цены могли бы предложить что-то и помздристие. Ладно. Принеси мне лучше песца. Он говорит, сейчас. Будет вам. Принес он этого песца. Девочки, надела я его. Ай! А он такой мягкий, воздушный. Так, знаешь, греет, обволакивает, убаюкивает. Я даже заснула в нем. Представляешь? Первый раз в жизни заснула богатой. Родовец меня будет, говорит, мадам, ну шо, заворачивать или так пойдете? Я глаза открыла, посмотрела на него, говорю, да так пойду. Скинула я этого песца, вычеркнула из памяти, из жизни, из сердца и пошла так отдавать долг Нине Васильевне. Иду, уже ушла, уже забыла, уже за угол. А ласки-то хочется, девочки. Но это, видимо, в какой-то другой жизни, где блохи в шубах не живут. И где соболя не болеют свинкой. Я вам расскажу одну историю. Три подруги учились вместе в школе. Закончили эту школу. Выпускной бал. Были, ну просто не разлей вода. И вдруг так в жизни случилось, что они разбежались. И 10 или 12 лет не виделись. И вдруг встретились, говорят, девчонки, да че же мы, давайте. Как наша жизнь, как что? Давайте вместе выходной проведем, давайте. И пошли они в баню. В парилку. Значит, Вера, Надя и Люба. Ой, девочки, а? А что значит баня, а? Ну ты глянь, че там дома? Ванна, душ, баня. Ай, парилка. Пару подал. Тазик с горячей водой на себя. Раз. Слушай, Вера, ты как поспокойнее мойся, а? Че ты тут плещешься, как бобер в аквапарке? Че значит бобер? Глянь, это ж баня. Тут кругом вода. Вот холодные у тебя водички. С тазиком раз. Нет, ну это просто невозможно. Вера, ну ты ж тут не одна. Вот я тоже хотела сказать, Вера. Тут я вообще обалдела. У нас тут есть человека сидит, а ты плесешься, как эгоистка. Выгнан на тебя к чертовой матери. Слышь, ты, мечта логопеда. Ты помолчала бы, а? А что, мне уже нельзя слово вставить? Ты сначала зуб вставь. А потом слова будешь вставлять. Ну что ты прицепилась к моему зубу? У меня до одного зуба нет, никто не замечает. Я все буквы глоба говорю. Вот тебе могу даже алфавит сказать. Смотри. А, сэ, 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 кратко, сэ, чу, сэ. Видите, а все слова про износку щетка. Че она сказала? Она говорит, где ее щетка? Мыться собралась. Ой, девочки, я не могу. Мыться надо дома. А в баню? Ой, в баню ходят для души. Вот лично я люблю сидеть в парилке, медитировать. Зачем тебе это? У тебя же муж есть. Вера, ты что, с ума сошла? При чем здесь муж? Медитировать, значит, расслабиться. Сбалансировать энергию. Инь, янь. А, у тебя муж пьянен. Ну, тогда понятно. Вера, ты вообще про буддизм читала, а? Ты знаешь, гаутаму буду. Конечно, буду наливаю. Да я говорю, гаутаму буду. Не, какую-то гаутаму я не буду. Я водочку буду. Ой, девочки, я не могу. Слушайте, какой пар пошел. Девочки, мы же в парилке. Давайте, давайте, помолчим. Ой, как хорошо. Ой, девочки, расслабились. Смотрите, как все хорошо пошел. А я все летала. А я все летала. Ух ты. Ух, слышь, ты летчица. Ты помолчал бы, а? А что, я всегда, когда парюсь в бане, я всегда пою. А я все летала. А я все летала. Слушай, давай ее рот мочалкой заткнем, а? Вера, ну я тебя умоляю. Ну, что ты к ней пристала? Ну, посмотри, какая она убогая. У нее ни рожи, ни кожи, ни зубов, ни денег, ни мозгов. Надь, ты что-то погорячилась. Мозги твои, Любки, на месте. Ага, на месте. Только и граммов двести. Я недавно ей сделала подарок. Знаешь, на 8 марта подарила тушь для ресниц. Ну, двойная такая. Знаешь, сначала белым окрашиваешь, удлиняешь. Потом черным. Так она все наоборот сделала. Я в нее посмотрела. Мать честная, два седых глаза на меня смотрит. На седевом этаже. За 7 часов счастья. Спасибо тебе. О, глянь, у нас новая песня появилась. Ой, девчонки, я так рада, что мы встретились. Хорошо мы здесь сидим, да? Ага. Особенно ты хорошо сидишь на моем полотенце для лица. Вилунчик, вот это вот полотенце для лица. Какое огромное, большусь. Ага, а ты на мое лицо посмотри. Ты уже вообще обордела, Люба. Ой. Вер, ну хватит тебе. Ну что ты к ней привязалась? Это у нас с тобой все хорошо. Муж, сосед, любовник, семья. Она несчастная, одинокая баба. Что-то она одинокая. Любка, ты же говорила, это, на море была, а там тебе один мужик все время глазки строил. Да, но ты знаешь, потом оказалось, что это был пингвин. Ну я же тебе говорю, на ее лицо только пингвины могут любоваться. А что лицо-лицо? Ты вон на ее ноги посмотри. А что у нее с ногами? Ой, мать честная. А я не знала, что люди произошли от обезьяны. Вера, ой, то есть Люба, у меня бабушка вяжет. Ей как раз на свитер 800 грамм пуха не хватает. Вас бы с ней познакомить, а. Тук-тук-тук. Девочки, обед будете захазывать. У нас здесь в бане все свежее, горячее. Через 10-15 минут, вот вы все все окажете, мы вам прямо в парилку сюда принесем. Бабуль, вы что вообще обнаглели? Какой обед в парилке? Это же какая нагрузка на сердце? Это вообще какое давление? Ну вы в своей коммерческой бане, а, обнаглели. Лишь бы денег с народу содрать, а. А? Чего? Обед уже входит в стоимость посещения? А, тогда значит так. Три борща, три солянки, четыре курица-гриль, восемь порций говядно-тушеное с овощами и шесть винегретов. Это мне. Девочки, обед будете заказывать? Да, я буду заказывать. Лишь, ну я хочу холодец. Люба, ты на термометр-то посмотри. Здесь температура плюс семьдесят. Ты свой холодец со ступенек будешь слизывать. Ой, да, девочки, что-то я рассыплась. Женщина, вытеркивайте холодец, пишите молозанное. Ну вот. А ты говоришь, у нее мозги на месте. Мозги-то у нее на месте, только место это неправильное. Ой, девчонки, я хотела вас... Я тебя умоляю, я тебя умоляю. Люба, помолчи, у меня от твоего произношения уже в голове все кругом идет. Сисюнки, ну все вы мне все помолчи, да помолчи. Ну я просто хотела у вас спросить, хотела вам все рассказать. Девчонки, вы не знаете, что такое фотоэпиляция? Знаем, Люба, знаем. Это когда человеку показывают твое фото, и у него от ужаса волосы выпадают. Так, женщина, пока вы не ушли, вот это вот три борща, три солянки, четыре курицы гриль, восемь порций говядины тушеных с овощами и шесть винегретов, скажите, чтобы все приготовили без майонеза, потому что я сегодня на строгой диете, понятно, да? Ну вот все, иди. Ой, девчонки, что-то вы пару столько мне подпустили, я уже прямо, у меня голова кругом идет, я, наверное, поем свой, пойду диетический обед. Что-то я ничего не вижу. Где у нас дверь-то? Ну дверь-то у нас где? Ручку мы закрыли. Ручку, ручка, где у нас дверь? Дверь у нас? Мужчина, а вы как здесь оковдялись? Какой еще стриптизер? Ну не вызывай никаких стриптизеров. Я говорю, вошиблись дверью, мужчина. Я говорю, вы в дверь, мужчина. Не осыпся он. Это я его вызвала. Давай, мальчик, танцуй. Мама Люба, давай, давай, давай. Мама Люба, давай, давай, давай. Ух ты, ух ты, ух ты, ух, ха-ха. Ой, мальчик.